Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня мы с Таней покажем вам специальную тренировочку, отдельную тренировочку, которую мы будем проводить раз в 3-4 недели на специальные мышечные волокна. Тренировка, не путайте, это не кросс-фит-тренинг. Мы отдыхаем между каждым подходом ровно столько, сколько нам нужно для того, чтобы восстановить дыхание. Ну, по ходу дела мы все покажем и все увидите. Не забывайте писать ваши вопросы в комментариях и заходите к Тане на канал. Как и любую другую тренировку, сегодняшний вид тренинга мы начнем с разминки. Не забывайте, что грибной тренажер – это единственный тренажер, который постоянно используется ЛФК, лечебной физкультурой. Это единственный тренажер, совмещающий в себе два вида нагрузки – аэробный и анаэробный. И это лучший вариант для того, чтобы подготовить свое тело к тяжелой работе. После этого необходимо перейти, как знаете, уже кто смотрит мой канал, читает мои статьи, к экстензиям. Экстензии спины – это то, что вы видите сейчас на ваших экранах. У них бывают четырех разных типов. Все эти различные варианты показаны в моих статьях и видеороликах. Все их нужно чередовать по очереди. Одну, вторую, третью, четвертую. Говорят, что вредно некоторые люди выполнять экстензии перед становой, перед приседом, вообще перед тренингом, якобы забивается спина. Но это не так, а даже противоположно. Спина, наоборот, будет застрахована, так как мы нагоняем в поясничный отдел позвоночника много крови. Там начинается движение. И мышцы будут застрахованы от получения травмы. Вот что нужно знать, понимать. А мало кто знает, что поясничный отдел вообще мало омывается кровью. А это очень и очень плохо. Приводит к травмам, к серьезным проблемам. Первое упражнение сегодняшней тренировки – будут канаты. Старайтесь работать не руками, как большинство. Вы должны работать, начинать движение с ноги. По широчайшей мышце она передается, энергия, в плечо, потом в руку, и только потом передается в канат. Можно работать поочередно, а можно работать двумя руками одновременно. Главное – выполнять по 10-15 повторений на каждую руку. Либо 20-30 повторений, если вы делаете это все двумя руками одновременно. Следующее упражнение не новое для вас. Многие уже знают, что это одно из лучших гормоновыбрасывающих упражнений наряду с приседаниями, со становой тягой. Единственное – мышцы работают по-другому. А точнее, включаются в работу другие мышечные волокна. Кстати, тот, кто любит много приседать, тяжело приседать, неважно, парень вы или девушка, это упражнение, именно запрыгивание на высокую платформу, приведет к тому, что вы будете работать с более тяжелыми весами. Сила растет от этого упражнения очень и очень хорошо. Следующее упражнение будут с гирей. Не забывайте, между каждым упражнением, между каждым подходом мы отдыхаем минимум 30 секунд. В идеале, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы восстановить дыхание. Мы не кроссфитеры, мы здравомыслящие люди. Мы стараемся улучшить свою фигуру, сохранив и улучшив при этом здоровье. Упражнение, выполняемое одно за одним, без промежутков для отдыха, приводит к серьезным проблемам с сердцем и почками. Об этом даже есть указание на официальном сайте кроссфита. И не забывайте, что сейчас больше всего спортсменов, умирающих на соревнованиях или на тренировках, это именно кроссфитеры. Кроссфит – это не новый вид тренинга, это всего лишь веяние моды, которое, возможно, не так уж и быстро исчезнет, но исчезнет по-любому. Только из-за того, что это крайне вредный вид нагрузки. Сегодняшние упражнения для большинства будут новыми. Но тот, кто следит за моими роликами, знает уже данный тип тренинга и знает, что перед тем, как делать любое упражнение, новое для себя упражнение, необходимо разучить технику. С мячом это гораздо легче, чем с гирей. Самое главное – представлять перед собой какого-нибудь врага, ненавистного вам человека. Нужно резко присесть, создав инерцию, и потом руками продолжить, ударив мячом о пол. Должно получиться что-то наподобие выстрела. Следующее упражнение – также шикарное упражнение, работающее на все мышечные группы, включающее всевозможные мышечные группы в нашем теле. Единственное – нужно также обучиться технике. Как вы видите, Таня сейчас жмет штангу. Это неправильно. Весь смысл данного движения, в чём я и пытаюсь её сейчас научить, как раз таки, чтобы резко, при грамотной технике, выстрелить себя из приседа, создав инерцию. Штанга в полёте за счёт инерции взлетает вверх, а вы её руками только подхватываете. То же самое нужно делать и с гирей. Это очень и очень важный момент, который нужно понимать, и вы должны чётко, грамотно осознавать, что работаете за счёт мощного распрямления ног. А вот сейчас вы видите, как Таня работает двумя руками в упражнениях с канатами. Это тоже шикарное, очень трудоёмкое упражнение. И если вы будете включаться по полной, то вы по-любому будете чувствовать, как работает всё ваше тело. Вы будете уставать, уставать очень сильно. Когда вы двигаетесь с тележкой, если у вас в тренажёрном зале есть что-то подобное, и вам повезло, это тоже совершенно другой вид нагрузки. Старайтесь максимально мощно отталкивать себя вперёд ногами. Если есть режимы ещё, усиливающие нагрузку, то ставьте на самый мощный режим и старайтесь выталкивать штангу от ноги, передавая усилие рукам. Толкаемся всё равно мы ногой, ягодичной мышцей. Шикарное упражнение тоже по-новому, совершенно по-другому воздействующее на мышцы. Задействует другие мышечные волокна. Кстати, друзья, скоро мы с Таней снимем ролик, и он выйдет у неё на канале о её плане питания, о том, как она будет менять своё питание относительно соревнований по фитнес-бикини. А на моём канале вы увидите ролик, где мы покажем, какие добавки она будет использовать на данном пути. Также я готовлю ролик о позировании. Магия позирования, всё о позировании в фитнес-бикини от А до Я. Первую часть данной статьи, данного ролика, вы можете уже прочитать на моём сайте hmgym.ru, где, в принципе, находятся все мои работы абсолютно в бесплатном доступе. Крайне много полезной информации и совершенно бесплатно для вас. Не пропускайте её, изучайте. Перед тем, как задать вопрос о тренинге, о питании, девчонке и мальчишке, почитайте мои статьи. На 99% задаваемых мне вами вопросов уже давно есть ответы. И в статьях, и в видеороликах. Запрыгивание – мощное гормоновыбрасывающее упражнение. Старайтесь не запрыгнуть на платформу, а выпрыгнуть вверх, поджав под себя колени, колени к груди. Если вы будете бояться, то у вас ничего не получится. Страх – самое то, что мешает именно в данном упражнении. С гирей тоже нужно использовать силу инерции. Руками не работать. Если вы чувствуете, что вы поднимаете гирю над головой руками, значит, вы делаете упражнение неверно. Только за счет силы ног, распрямления в коленном суставе, вы должны задать инерцию, чтобы гиря полетела вверх. Руками вы ее только фиксируете в верхней точке, после чего бросаете вниз. Самое главное – сохранять спинку ровной. Это, как всегда, вопросы техники. Вопросы сохранения нашего с вами здоровья. Очень тяжело. Мы не показываем вам периоды отдыха между подходами, упражнениями, просто чтобы вам было интереснее смотреть ролик. Но Таня отдыхает где-то около минуты между каждым упражнением. И вот снова мое любимое упражнение. Повторяю, вы должны четко, мощно бить мячом о пол. Должно создаваться ощущение выстрела от удара мяча о пол. Мяч где-то весит около 8 килограмм. Вы можете подбирать под себя веса, кстати, индивидуально. Почему мы даем количество повторений, а в каждом подходе, в каждом упражнении мы делаем 10-12 повторений? Только для того, чтобы вы смогли сами подобрать под себя рабочие веса. Только по той простой причине, что все мы с вами индивидуальны. И кто-то на начальном этапе сможет работать с 10 килограммами, а кто-то осилит и 30. Поэтому ориентируйтесь только на то количество повторений, которое мы вам рекомендуем. Не забывайте пить воду между каждым подходом. Особенно в таком виде тренинга. Обратите внимание, как низко потяжелатлетически садится Таня глубоко в присед. При этом коленки не выходят за носки, хотя у нее довольно длинные ножки. И это к тому, что люди находят всевозможные причины для того, чтобы неправильно, для того, чтобы оправдать неправильную технику. Единственные ошибки у Таня здесь, она далеко держит штангу. Держите штангу так, как будто хотите положить тело на ногу. И все-таки, повторю, работайте инерцией. Но не слабак, просто люди думают, что тренировка на выносливость – это бея, тренировка на выносливость. Нет. Даже такая тренировка, которую сегодня мы вам показали, это не тренировка на выносливость. Мы покажем вам отдельно тренировку на выносливость. Это не такой вред, как от кроссфита, допустим, где они там придачат? Конечно. Кроссфит убивает сердце, убивает почки. И, во-первых, когда вы приходите на занятия кроссфитом, вам не ставят технику. По крайней мере, там, 2-3 упражнения, 2-3 тренировки, и вас уже на веса. На таких серьезных упражнениях, как рывок, толчок, штангисты годами нарабатывают технику. Не нужно забывать, что, допустим, когда приседаешь с весом, это идет прирост мышечной массы. Но такие тренировки, как бы что-то новенькое, обязательно должно быть в этом программе, потому что это какой-то вызов, что ли, для себя, чтобы вы... И вызов, и не нужно забывать, что у нас разные есть мышечные волокна. Вот сегодня мы тренировали быстрые мышечные волокна. Все тело, да, у нас сегодня. Можно сказать, что это такая фулл-бадди тренировка? Я прям трогаюсь, у меня прям аж горячо. Горячая. Да. Да, вот это. Последнее упражнение. Техника, друзья, превыше всего. Неважно, парень вы или девушка. Техника – это то, что поможет вам сохранить здоровье, улучшить его. И не бойтесь никаких упражнений. В принципе, при грамотном подходе вы никогда не травмируете себя. Не смотрите на то, есть у вас оборудование подобное данному залу или нету. Не в каждом зале, не в каждой стране есть такое оборудование. Исходите из того, что у вас есть. Экстензии и гиперэкстензии можно делать не только в станках. Есть большие мячи надувные. И на них можно прекрасно прорабатывать экстензии и гиперэкстензии. Есть упражнение «Лодочка» из йоги, которое одновременно прорабатывает, пусть и в статике, все эти движения. Но если приноровиться, вы всегда сможете найти альтернативу. Кто хочет, тот находит возможности. Кто не хочет, тот находит причины. Друзья, не забывайте о заминке. Я всегда предпочитаю данный тренажер. И все мои ученики делают на нем. Единственное отличие разминки и заминки. Разминка нужна нам для того, чтобы подготовить тело к работе. А заминка нужна для того, чтобы успокоить тело после тяжелой работы. Привести сердце, ритм сердечный в дотренировочное состояние. Поэтому на разминке мы повышаем темп, а на заминке мы его с вами понижаем. Сохраняйте свое здоровье. Думайте всегда головой. Увидимся в следующий раз. Скоро в данном канале выйдет видео о питании. Мы подробно по полочкам разложим для вас все. Что касается обычного натурального питания и, конечно же, о спортивном питании. Вы узнаете все, что принимает Таня, что она ест, пьет... Оля. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok